Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви поскандалили бывшие подруги Алиса Лединская и Олеся Клочко. Они чуть было не подрались, а причина в том, что Алиса испортила кулинарный шедевр бывшей подруги. Чуть не подрались Алексей Чайчиц и Роман Гриценко, из-за того, что Леша жестко высказался в адрес Лизы. А новенькие ребята, Катрин и Алекс, которые пришли к Алексею Марченко и к Маше Филипповой, соответственно, в итоге проявили симпатию друг к другу. В соцсетях ходит слух, что в результате голосования проект покинули Вальтер Соломенцев и Олеся Лисовская. Эта пара не пользовалась популярностью у зрителей. В недавнем эфире Маша Кахно рассказала о проблемах в своей семье. В жизни ее отца появилась другая женщина. Это оказалось для Маши ударом, который вынести она не смогла. Девушка впала в истерику. Захар Соленко и Лера Фрост отправились на выходной. Они провели этот день вместе с семьей Захара, с его мамой и сестрой, которые приехали в Москву. Саша Чернов все-таки намерена худеть. В реальном времени в своем микроблоге она призывает подписчиков делать это вместе. «Завтра с утра пойду на дорожку», – пишет она. «И каждый день буду выкладывать фото того, что я буду кушать. Кто со мной?» Недавно Саша призналась, что у них с Иосифом уже две недели не было волшебства. Она считает, что парень ее просто не хочет. Иосиф же объясняет это ссорами. «У меня нет настроения на волшебство на почве всех ссор и конфликтов. Я очень обидчив и раним. Я очень соскучился, и мне не хватает страстных и жарких ночей». Своих подписчиков удивил Глеб Жемчугов. Он рассказал о своей избраннице Лене и сообщил, что женится с ней наспор. «Мы просто сидели, общались и вдруг подумали, а давай начнем все не по шаблону». И решили сразу узаконить отношения. Ребята тесно общаются около полугода, и между ними всегда была симпатия. Они заключили пари. В случае отказа девушка переписывает на Жемчуга во свой фитнес-клуб. А свое наказание он пока еще не знает. Ольга Ветер прокомментировала эту новость. «Я не верю в эту свадьбу, думаю, ребята пошутили». Или опубликовали этот пост после бурного праздника в честь дня рождения Жемчугова. Элина Камирен рассказала о том, как ее дочь встретилась с отцом. Задойнов приехал, привез подарки. Был момент, когда девочка не поняла сначала, кто приехал. Когда Элина сказала, что это папа, тогда Саша уже начала обниматься и целоваться с ним. Анна Якунина в своем микроблоге размышляет об изменении внешности. «Сейчас пойти сделать новый нос – это как сходить к стоматологу. Да, я люблю меняться и ухаживать за собой. Я еще не замужем, так что приходится, потому что возраст и конкуренция». Елена Степунина, которая борется с тяжелым недугом, ответила на вопросы подписчиков. Недавно отчаявшись, она обратилась за помощью не только к своим подписчикам, но и к организаторам «Дома-2». Вот что пишет Степунина. «Это конвейер по использованию людей, шоу. Руководству на меня все равно, они уже и знать не знают, кто я такая». Ольга Солнце опубликовала совместный снимок с Эмом Селезневым. «Ребята дружат уже больше 10 лет. Цените дружбу», – пишет девушка. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. «Дома-2» на канале ТНТ.